Здравствуйте, меня зовут Данна Жанай, я являюсь представителем правосущитной инициативы Кахарман, также представителем Итальянской Федерации по правам человека. Мы сегодня здесь собрались с близкими друзьями, с родными, непосредственно с мамой убитого по политическим мотивам гражданского активиста Дуата Агадила. Мы очень хотим, чтобы это дело было публичным, чтобы привитивно обезопасить наших гражданских активистов, чтобы были свидетелями тела Дуата Агадила, пыток над ним, дело, которое максимально пытались сделать закрытым, не впускать туда свидетелей, чтобы зафиксировать побои и так далее. У нас на данный момент имеются как минимум четыре активиста, которые были свидетелями данного преступления, данного зафиксированного тела. И мы бы хотели сегодня публично об этом сказать. Здесь сегодня мы собрались друзья, правозащитники, родные Дуата Агадила, мы говорим о ситуации, чтобы применительно помочь, обезопасить наших гражданских активистов, которые участвовали в записи этого видео. Мы все добиваемся правды, и мы хотим то же самого от властей, чтобы они не препятствовали расследованию, чтобы не препятствовали гражданским активистам в организации фонда, прекратили политические преследования, открывать уголовные дела. Конкретно сейчас у нас под уголовное преследование попал Нитид Арсанов, активист с Астаны. Также мы здесь собрались, чтобы говорить право, но мы требуем делать только справедливости. Известно, после проведения похорон, активисты и общественность, которая присутствует на похоронах, выразила желание, чтобы штаб, который был создан для этих целей, перерос в общественное объединение. На сегодняшний день, посоветовавшись, приняв коллегиальное решение, нами принято решение о том, что мы создаем общественное объединение. Называться он будет, именоваться он будет Ахадр, честь фамилии Дулат Ахадр. Смысл этого слова всем ясно, наверное. И членами этого общественного объединения может стать любой человек, который имеет желание и намерен участвовать, добиваться справедливого расследования и защиты материальных интересов близких, потерпевших людей Дулат Ахадр. Поскольку мы не являемся потерпевшей стороной, в это общественное объединение нами было предложено принять официальное участие со стороны родственников. Они сейчас это обсуждают, кто именно будет принимать, будет официальным членом этого общественного объединения и выступать от имени родственников. И изъявили желание многие общественные объединения, в том числе и партии, которые зарегистрированы в Руслан-Казахстан. Вот официально мы об этом заявляем. Вы будете регистрировать? Да, если у нас будет такая возможность, юридически его зарегистрировать, естественно, мы его юридически зарегистрируем. Пока на первых моментах, поскольку я руководил штаммом по обязательствам прохорон, меня выбрали бы как координатора этого общественного объединения или руководителем. Я осужден по 400 лет на перспективе, экстремистем ДКБ. Василий, я был в следственном изоляторе там 4 с половиной месяца. Хочу сказать непосредственно под Булату. Булат, мало того, что мне, как главная братишка, помощник, хочу возразить в особенности сказать свои соображения на этот счет. Я уже несколько раз пояснял в интервью и говорил, как там, в хронологии, как это все случилось. Да, когда снимали, человек мне позвонил, что так и так, что есть ссадин, я сказал, согласие родственников и сведите съемку. После дорога, я сам в этом не принимал участие, я был уже на луке морки 2 дня, рядом нас туда не пускали. В принципе, после меня стало плохо, я уехал и поехал уже только пораньше на похороны сами. Приезжая, предварительно раньше приехав, ребята мне в машине показали все, что они сняли. Я сразу сказал, отправчите мне, я покажу профессиональным медикам, посоветуемся с юристами, что мы будем дальше предпринимать, какие действия. В связи с тем, что после похорон начались массовые задержания, реакция властей была крайне такая, ненормальная, я считаю, считаю, что вот мы там создали штаб, хотя я там не участвую, я не имею права, так как мы живем по аборационным контролям, но считаю своим долгом или обязанностью перед ДУЛАТом, я должен сказать, в связи с тем, что у меня есть определенный опыт, что я сидел в следственном изоляторе, я хочу сказать, то, что как я понимаю, что случилось на самом деле. смерть ДУЛАТа была не случайная, здесь я помню, что хоть кто что-либо говорит, но это убийство, не просто даже политическое убийство, это само собой. Убийство в следственном изоляторе. А как я понимаю, что в следственном изоляторе ни одна информация оттуда не уйдет. Я даже записку жене, когда умерла моя мать, Найкиле и моя теща, я не смог передать. Не то, что там что-то знать. Оттуда никакая информация не уйдет. И по моим предположениям, что ДУЛАТа убили заведомо, еще до следственного изолятора. А все остальное по действиям властей, я считаю, что это все просто потом дальше инсценировано. Привезти в тюрьму, надеть одежду ДУЛАТа, там, снять какое-то кино, это не проблема. Не проблема. Потому что утром все уже силовые структуры были готовы к этому. Я считаю, что его убили с момента задержания, питали, либо было заранее спланировано это убийство, а потом все это делается для того, чтобы это все скрыть. Поэтому, учитывая вот это все, я принял решение и сам первоначально отправил, а потом дал команду Дархану. Считаю, что ребята вообще не при делах. Снимали они с согласия родственников распространение команды дал я. И в принципе считаю, что власть напрямую виновата в смерти ДУЛАТа. И за смерть ДУЛАТа должны ответить не только вот эти стрелочники, которые сейчас власть сдаст. Должно ответить государство. Так как он умер в следственном изоляторе, и вернее всего, я же говорю, Нейк, либо его убили раньше, либо убили там. Информацию эту нам никто никогда не скажет. И для этого мы требуем досконального расследования. Хотя люди уже никогда не поверят этому государству, этой власти, что там он где-то как-то мог умереть от сердечного приступа. ДУЛАТа только за последние полгода арестовывали там почти десяток раз. У него железное сердце и железная воля. Он не подаст, ему невозможно, я же говорю, напугать или еще что-то либо сделать. Его можно было только убить, что и власть сделала. И теперь хочет концы спрятать воду. И для этого сейчас на этих ребят оказывается давление. Вот Медеда сидел 10 суток сейчас, его вызывают в прокуратуру. Хайратаны, там только они организовали штаб, уже на зим посадили и так далее. Поэтому наша, мы, это наша святая обязанность перед детьми ДУЛАТа, перед его памятью, что мы должны добиться справедливого ведливого расследования. И наказание должно быть не только вот этих стрелочников, но досконально точно узнать, кто это заказал. Я считаю, что вина конторы КРНБ, это без них такое не делается. Без согласия власти такое не делается. Это однозначно. Поэтому здесь власть должна председать свое вино. Это раз. Оказать во-первых, не пытаться даже испортить люди все равно не поверят. Имидж сейчас будут выкидывать всевозможные там якобы кадры, мультфильмы там про ДУЛАТа там будут и уже говорят, что он там то пил, то еще что-то. Он неоднократно говорил, что он даже в мечеть перестал ходить, чтобы ему не подкинули какую-то литературу и не посадили он не пьет не куриц. Его он не работает, чтобы как Хайлу Амару подкинуть там эти подсунки, что за 2000 или 4000 тенге посадить. Его не за что было это самое посадить. Невозможно было посадить даже. И просто-напросто его, я считаю, что убили. Поэтому для детей мы требуем, чтобы выделили в городе 4-5-комнатную квартиру, дали единовременную денежную компенсацию за потери корнильца, отца, мужа и обеспечили всех несовершенных для этих детей пенсии, обеспечили их, если они будут учебой, значит учебой, и государство должно принять на себя вот эту вину. Поэтому мы для хода расследования мы будем давить, потому что со следственной изоляторой информации никогда не уйдет. Никого туда не допустят. И это мое предположение, но оно такое, то, что его убили либо там, либо уже в готовый труп просто привезли туда и все остальное уже, потому что власть была слишком готова. Уже с утра мы когда поехали там по Малиновкам искать его там и так далее и так далее, а уже все было готово. Так что вот наше вот это основное такое требование, это справедливое расследование, признание, государство должно признать вину, в убийстве Дулата родила и оказать содействие. И чтобы не портили его, люди все равно не поймут, что бы там ни говорили и что бы ни показывали и что бы какие-то там тетушки или кто-то информацию любую выкидывали в интернет, все равно люди не поверят. Они его слишком хорошо знают и на всей территории в интернете. Добро пожаловать в наш канал! . В следующий раз, я вам покажу, что это уже здесь. шеш-шеш дебет шеш бет солнышу малов шукулап истин жуга вау шыгым гражданске машина аппарып алысқара койған екен 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 кулынан кер машина аппарып 537-шен өмірлі машина аппарып салды алып кетті сосын жан болат қызмандарын балам папаңды алып кетті ма кім қанда якеу ескез бандарым деп сосын аған серптім нөмірін бет жақын серптім нөмірін бет сосын жоқ балаға мен кешке жақымыз баңдадым балағы дұлар таппы еді тұғы дейді е апа естідім тамыртен адвокат таппайатырм тамыртен барам сосын барамыз деп жүйкеді түнің ойнықтаны жоқым тамыртен тұрды тұрдық тұрдық тұлғыз кесін деме серпті қай жызғандадым балам барығыңдарма деп жоқ апа адвокат ұшық кележатты мен қазір парла ембінің алдында метингі де шықтырмыз қазір барамыз адвокат келесін деп жүйкеді оның кезі болып қалып ұжы үкен баламыз бандаты қанатымағы ұжы交ыманлада еуке алында өзі үшелек және бұл негі қазір барамыз келесіменей кеді де неуhet деме және 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 бұл мені бүйде precін сынынім бұл áстанайдан қазір бар 50 Clean марылты және қазір барамыз көтк 기ӡен оның үшінде қазір барамайты үшілерік түніразие жүйдем неді жоқ мағы көтеуежлік ж studied Ведь это делается. Но это всё, когда ты был везде, я не понял, что это было. Я же в дистанции и подвезла, не понял, что такое электричное гравитание, вот и я верю. Вы просто ответили на вопрос, что это является такой новостью. Тогда яong сложилась. Но мне пришлось поедать. Я не знаю, что это не будет. Но я не знаю, что это было. Это было по-английски и у меня есть, это было. Я ищу вам, чтобы вы добились внимания. И я помню, что… …выкнули мою арабию. Что мне надо было за ним, это было бы невероятным. Бару Дулат-то. И мы могли бы мiotить, и resistить, и умерли. Мы хотели бы умерли. чтобы не были расскажут, и мне С 와-то нужно заниматься. Но мне Дулат-то шака об 있었니. Я был сказывать за свою жену уроны, и я мне пришлось поэтому я отнесла. Отдыхал я, и я открылась область. но я пришел на идию. Но и мне хотелось получить доцик, История Покурора Был мой друг в другом по отношению к своим представлениям, который не может оказаться и преследоваться, потому что ученые белые родственники и его с административен. То есть мне длится обновление своего родственного рода. В итоге пришлось пришло самооценным, из-язать своего родственника. Неге солай соунынен бастап, құдаламай отыр бұла. Мен оларға, эс козғасын деп, мен арызда жазынан жоқын, просто чарттан алыптастасын деп, не дек, не дирес, жан-жаққа тараптастасын, соға блок козын деп, алюметтік желден алыптастасын деп, прокурорға ары жазын, ойз неге солай жазын бердім. Ерте балаларының жолдастарына қырсығы тейін жүрмесін деп. Бұл соларды ұстамалып, айым, соға балаларды құдалалдың орына олмаған жаға қалып көткен жендеттерді неге ұстап, неге сол балаларда ұс қозғамайды, мен оған қарсының, баламның жолдастарына ұс қозғағанында, ұс қозғамасын. Маған анау жағы әкеткен балалардың, неге тартып, жағы қылныстық іске тартып, со балалардың жауапқа сол, әкеткен балалар тарсын, мен балаларымды жолдастарын тарсын деп, мен өтінбей жоқым. Оны өтінбеймін де, ол арызымды мен қайтып алдың ол арызды, сол қатында қалсын мен балаларды, ұс қозғағанын мен қаламай. Ох, қой. Можна дәрі бізді? Просты, прокуратура жаңағы таратты дегенде, жаңағы сізің соңдай зәйбенеңізден кейін еңді қазір, бізің түсінігімше жаңағы өтіріғақ барат таратты деп отырған сияқты ет, өтіріғақ барат таратты деп. Осыған байланысты, мысалы, өтіріғақ барат таратты дегенге сіз өзіңіз кесес бек үлбара шапай, түсінігімше жаңағы сіз қолыңызлайды өтіріғақ барат табиырын мысалықainen еңді қазіріғақ барат түріғақ. Яғы сіз өтіріғақ барат таратты деп, ол үйлбарат тұрпыру қажар, бізгілімше жағы! Біз өте болмасының шығы сіздің жағы сіздің жағы! Ко мне домой приносили несколько повесток и приглашали на проведение следственных действий. Пригласали также у Дарханова Мирбаева. И у них почему-то позиция, что якобы, как известно из допросов Дарханова Мирбаева, у них якобы позиция такая, что они предъявляют обвинение именно ему, видимо, и хотят предъявить и мне, что мы распространили неверную информацию. Как может быть информация верной или неверной, если это случившийся факт? Ну ладно, никто в живых. Умер он не с рядом близкими людьми, он умер в тот момент, когда его забрали. То есть он находился якобы в здании СИЗО. Если вот руководствоваться этими фактами, как должны поступить родные, в том числе и мы, друзья, то есть мы, наверное, должны хотя бы попытаться, хотя бы спросить, что с ним случилось, при каких-то ситуациях он умер, и требовать доказательств этих вещей. Поэтому, когда нам стало известно о наличии на его теле гематом, мы решили снять это видео. Вы не видели этого тела, то есть это тело видел я, видел Медед, видел Нахсана, его брат. Как вы можете, к примеру, обоснованно говорить, что мы распространяем ложную информацию, если на самом деле я собственными глазами видел на его теле синяки и гематомы. Я видел порезанную его руку, зашитую пятки. Кроме этого, задней части ноги были разного рода порезы и, как вам объяснить, гематомы, синяки. И такие синяки, вот мы в молодости иногда там дрались, остаются от ударов ногой, когда бьют ногой, не в упор прямо, а касательно, когда бьют, остаются такие синяки и такие ссадины. То есть порезы, ну не порезы, а кожу раздирается. То есть вот такие вот вещи были сзади у него на ноге. Кроме этого, руки у него все были черные в краске. Якобы это сообщается, что эта краска от телоксической экспертизы. Но под этой краской видим, не то что видимо, чувствуется и ощущается, и видно ссадины, то есть гематомы. То же самое на пятках. Поэтому мы не могли оставаться равнодушными и сделали это видео. Да, касательно, теперь нам непонятна позиция официальных лиц, которые заблаговременно до окончания следственных мероприятий утверждают о том, что они убедились, якобы Дулат Агадил умер от сердечной недостаточности. То есть если бы этот человек являлся бы экспертом в этой области, то есть полноценным экспертом, то есть профессионалом, можно было бы прислушаться к этим словам, но как он может эти вещи утверждать заблаговременно? То есть вот эта позиция президента Токалия нам непонятна. И мы на сегодняшний день требуем прозрачного расследования, участия в этом расследовании независимых представителей от ООН, ОБСЕ, Европарламента и США, и еще других международных организаций, которые изъявят желание. Да, мы будем писать, требовать, уже есть подтверждение у нас, что он никогда не болел у него сердце, он никогда не стоял в никаких кардиологических учетах, сердце у него железное. Да, да, нет, я имела в виду, социальное положение Булата, всем нам известно, да, он даже жил не на своем доме, и в каком доме он вообще живет, но никогда он не жаловался. Вот чтобы хотя бы для его семьи оказать вот эту материальную помощь в виде квартир, там, других пособий, вы вот это все на бумаге будете отправлять? Да, 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 для представления, обращения, для нас, для нас, нашим адвокатам, в защиту всех вот этих наших требований будет Буржан Назалов. Мы хотим это официально сказать, подтвердить. Все, да, там, Абай нанял Абайман, это в любом случае, просто это, он будет представлять наши интересы. Мы уже дали запросы в 8 медицинские учреждения, подтвердить того, что он никогда у него сердце не болело. Уже получаем отказы от государственных властей, которые отказываются нам предоставлять адвокату, в том числе все записи, там, движение этой машины, которая увезла Дулата, когда, куда и зачем. Будем следить, вот как друзья Дулата, за ходом расследования. Будем требовать, взывать к общественности и требовать справедливого расследования, чтобы государство нам содействовало, а не мешало. Если будет мешать, то мы будем это просто освещать, там, вне зависимости от того, что бы там, как бы нас там, не пугали, не говорили, что нельзя распространять. Правду должны знать все, и абсолютно все, жители не только Казахстана, но и всего мира в том числе. Здравствуйте, меня зовут Ирбов, я схожим с Дулатова, где мы были знакомы с 18-го года, вздружились, которые были равногодники, ловистики. Хорошо, хорошо вздружились, с 18-го года общаемся, общаемся хорошо. Семьими мы вздружили. И вот у меня был конкурс от штаба генерального прокурора и Министра МВД. Ирбов, когда сбежал с СССР в свое время, он прямо на видео есть, говорит, что это именно хан Гельда, и Джарас, его преследование, не дают ему покоя, оказывают на него давление. Все это на видео есть. Почему? В свое время, когда сняли начальника ОВД, начальника ОВД, заму всех сняли, а именно оставили этих, кто приходил ему ночью, кто его забирал, почему их оставили? Вот его и доконали, его и они убили. У меня вопрос, почему так? И вот вопрос, я вот сам несколько раз, я, например, административно был слушатель 5 раз, сидел в ВСЕ города Сан-Ан-Ани. Каждый раз, когда закрывают, меня задерживают в одиночной камере. И у них есть инструкция, правила сотрудника, который работает в сверхъемнике. Или они каждый раз, полчаса, 20 минут по камере смотрят, если я неподвижно лежу, они мне стучатся в дверь, я открываю дверь и спрашиваю, почему вы так лежите, что вам плохо или что-то. Я вот несколько, 5 раз, когда меня закрывали, это было послание. Я спрашиваю у них, почему так? Они говорят, у нас такие правила, у нас такие инструкции такая есть. Если человек лежит неподвижно, как бы должны или по камере смотреть, или вот так через глазок, через дверь. Они вот так и работали. Почему не навели порядок, когда он сбежал? Всех сняли с должности, а именно оставили этих двоих и порядок не навели. Почему такое? Из-за этого, из-за их неохлада для отношения к работе, Влад и умер. Если видишь, что человек лежит неподвижно, открыл дверь, спросили бы, что случилось, и он бы остался бы жив. Вопрос у генерала Покорова и министра ВВД, от штаба. Про него сообщили, что он типа сидел с четырьмя еще. Да, сказали же, что он сидел с какими-то узбеками, но в следственном изоляторе все, что скажут им, они то и как подтвердят. Нет никакой веры, тем более любой человек, который сидит на заключении, за пачку чая, мать в одну издаст. Так что это отговорки власти. Это здесь однозначно. Мы не верим этому. Однозначно. Я сейчас расскажу вам о том, что вы делаете. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!